Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги Воплощение Мечты. Добрый день! Мои хорошие, спасибо вам большое за те добрые слова, которые вы мне пишете. Вы все, многие из вас беспокоятся, пишут Наташа, как вы даже и в личку мне писали. Ведь всего лишь один день я себе позволила пропустить эфир и столько волнений. Меня, конечно, это все очень трогает. Спасибо вам! У нас все, если можно так сказать, благополучно относительно. Но не сегодняшняя, а вчерашняя ночь была очень тяжелая. Были слышны взрывы. Мы с Аней не спали практически, наверное, часов только пять уже вырубилось просто. Знаете, мы включили, как говорится, нас не возьмешь, да? Мы с Аней включили сериал громко. Улеглись тут прям в зале. Видите, сейчас диван я разложила. Мы здесь устроили лежбище. Здесь прям в зале. Улегли вместе. На компьютере шел юмористический сериал смешной. И мы в таком непонятном общем состоянии провели эту ночь. Ну и вчера, соответственно, был очень сложный день. В царстве небесное погибшим людям на станции Чаплины, которые погибли в результате фашистского российского обстрела ракетами. В том числе и погибший ребенок, и люди, которые сгорели заживо практически. Вы спрашивали, насколько это от нас далеко? Ну, это не наш район. Это немножко это соседний район. Это не насколько недалеко. Понимаете? Это не насколько недалеко. Потому что любые, неважно где это случается, неважно где это, знаете, Львов, Одесса, Чаплина, Кременчуг, Днепр. Без разницы, понимаете? Без разницы. Это все, это не просто рядом. Это все в сердце. Какая разница где? Слишком близко. Вот. Поэтому сложный был день. И, знаете, я вчера была вся на таком нервном напряжении, потому что, ну, день независимости, наверное, такого у нас еще не было, дня независимости, как этот, да, напряженного. Ну, ничего. Что замечательно, хочу сказать, что мне, например, было любопытно наблюдать. И я, наверное, должна, и мы все вместе с вами должны сказать наше спасибо и нашу благодарность нашим настоящим друзьям, настоящим друзьям и союзникам и президенту Польши и премьер-министру Великобритании. Все мы видели, как они практически своим телом прикрывали Киев 23-24 августа. Да, и кадры, как Борис Джонсон с президентом, с нашим, с Владимиром Александровичем, по Киеву гуляют, гуляют, я не знаю, как Джонсон, возможно, у него где-то что-то под рубашкой, но Зеленский вообще без броника, это видно. Да, и гуляют по Киеву, и я понимаю, что это была такая выходка. По сути, Джонсон прикрывал Украину, прикрывал Киев собственным телом. И вы же понимаете, что обстрелы Киева, да, они планировались, да. Но случилось именно так. Спасибо, спасибо. С их стороны, это было достаточно отважно. Ну и, знаете, интересно, а мне было интересно, как проигрываются то, о чем мы с вами говорили, как проигрываются мои предположения, что, видите, у них не срослось. Ведь, правда, у них не срослось то, что они планировали сделать, они не сделали. Их планы не случились, вы же понимаете, не было их в великих планах взять и уничтожить на железнодорожной станции людей, да, и добавить себе минусов к карму. У них были другие планы, у них были планы относительно Киева, и они у них обломались на корню. Слава Богу, и единственное, что я напоминаю, что нам нужно быть осторожными и в дальнейшем, потому что, наверное, до конца месяца и, может быть, еще даже и, может, еще дни 10, может быть, еще дни 10 можно ожидать разную подлость, как только они почувствуют слабинку какую-то, что мы отвлекаемся. Поэтому очень важно быть на чеку постоянно, постоянно. Сразу говорю, у них ничего не получится. В эти тяжелые дни я не выходила в эфир, но я работала, я продолжала, я вела прием. И я еще раз, я еще раз сама наедине с собой достала несколько карт. Я достала карты, как закончится война для Украины, победой, мои хорошие, победой. И я достала снова карты по поводу Крыма. Вернется ли Крым? Да, да, да. Поэтому, ну, такие, такие новости, мои хорошие, такие новости. Потом у меня был очень напряженный момент, знаете, 24-го тоже мы, мы же с вами помним, да, все мы ждали в напряжении обещанного этого судилища. И мне было очень, знаете как, ты в ответе за тех, кого приручил, да, и у меня было такое дикое ощущение ответственности за свои слова. Прямо, оно физически прям вот так вот. Поэтому я, ну, мониторила ситуацию. Тоже, ну, я не могла просто вот расслабиться. Вот, ну, слава Богу. Вроде бы, слава Богу. Даст Бог, так и будет. Я так понимаю, что все-таки, все-таки работает, работает прогноз. И, как мы видим, ну, рано расслабляться. Рано расслабляться. По крайней мере, еще, о чем я вам говорю, еще дней 10 нужно быть начеку. Еще где-то дней 10. Ну, в общем, вот так вот. Рассказала вам свои новости. Давайте о хорошем. Давайте о хорошем. Сегодня я ездила на новую почту. У Анютки день рождения в сентябре. Но так сложилось, так сложилось, что свой подарок она получила раньше почти на месяц. И мы ездили, получали подарок. Я, кстати, вам расскажу эту историю. Это удивительная история. Я не знаю, о чем она. Возможно, она просто история о человеческом склерозе. А, возможно, это история о ангелах. Ангелах, которые распоряжаются нашими жизнями. Это очень интересно будет. Я обязательно расскажу. Но сегодня я как-то немножко не готова. Я такая в сумбурном состоянии. Вот, ну, мы ездили, получали Анин подарок. Вот, и вместе с Аниными подарками я получила еще одну коробочку. Коробочка пришла, приехала из Запорожья, по-моему. Исправьте меня, если, по-моему, Запорожье. Посмотрите. Я получила вот такую прелесть. Две чашечки. Вот такую вот оранжевую. И с синими полосочками. Синяя это Анюткина. А я себе, естественно, оранжевую. Вы же помните мою Черногорию и мои приключения с оранжевыми всем. С оранжевым всем. Где мне оранжевый чудился везде. И вот после вот этого всего вдруг я получаю, посмотрите, такую яркую, яркую оранжевую чашку, от которой я просто... Спасибо большое. Спасибо огромное. Мне вы просто здорово поддержали и подняли настроение. Правда? Потому что, ну, хреновастенько немножко. Вот, поэтому смотрите, какая прелесть. Правда? Супер. Спасибо. Спасибо большое. Я очень и ценю вашу поддержку. Я вам очень благодарна. Спасибо. У меня еще ноготь вчера поломался. Блин. Прям вообще на ровном месте. Вообще день какой-то. Делала расклад я еще, опять же, вчера, на этого урода пришивого. Что-то он мутит, мои хорошие. Что-то они будут объявлять, знаете. Или какую-то... Или мобилизацию, или войну. Что-то они такое будут в Украине что-то выставлять, понимаете? Что-то они будут в военном плане выставлять какие-то... Ну, это все до жопы. Они могут, понимаете, все что угодно там заявлять. Пусть уже сразу заявят, понимаете, что они конченые все козлы. Да, и ладно. Это ничего не изменит. Ну, какие-то будут они делать громкие заявления относительно Украины. Военные заявления. Будут есть что-то, знаете, по мечевой королеве будут что-то предоставлять. Что-то такое. В общем, очередную гадость стоит от них ждать в виде подарка, так сказать, очередную гадость. Ну, да пофиг, пофиг. Кстати, вы знаете, я же почитала, что Джонсон приехал не просто так, он приехал с новостями о дополнительной новой помощи Украине. Помните девятку Пентакли, которая ждет Украину в сентябре? Помните, когда я вам говорила, это карта роскоши. Это что-то очень большое и ценное. Ну, так 3 миллиарда, знаете ли, долларов. И новые системы ПВО. И надежда на то, что, в принципе, можно будет в Украине закрыть небо. То, чего мы ждали, сколько полгода просили. Да, сейчас вот полгода нужно было убивать украинцев, чтобы дошло до мира, что это нужно делать. Понимаете, полгода. Это, конечно, немыслимо, но мы не можем изменить эту ситуацию. Но спасибо, что, ну, вот сейчас хотя бы это решается, этот вопрос. И очень мощное вооружение идет, большие идут суммы, идут системы, новые системы ПВО. Действительно богатые, щедрые подарки едут в Украину. Мои хорошие, сбывается один в один, все сбывается. Так что все так будет, все так и будет. И Украина победит, и Путин сдохнет, и Россия будет в жопе, и будут они плакать горючими слезами. Все так и будет, мои хорошие. Все так и будет. Нам нужно набраться терпения, набраться сил. Могут быть сложные, могут быть сложные такие моменты. Но вы понимаете, в этой ситуации главное быть едиными. Главное не позволять никакой падали, никакой блядищей языка-то. Понимаете, нас разъединять. И вы не позволяете никому этого делать. Не позволяйте. Даже своими просмотрами этих блогеров, понимаете, вы их поддерживаете финансово. Вы поддерживаете, просматривая вот этих всех... Не знаю, кто там они. Но для меня это предатели Родины. Вот для меня предатели. Это вот типа этого Гончаренко, Черновола. Вот вы мне спрашиваете, Наташа, посмотрите того, того, того. Я не хочу их смотреть, даже не хочу тратить свое время, во-первых, свою энергию делать им просмотр. Не хочу. Я понимаю, что они говорят. Я понимаю, что они говорят. И все, что они говорят, это трех брехня и провокации, попытка разъединять. Понимаете? Поэтому все эти слова, это вредительство. Прямое вредительство. И я вообще удивляюсь. А что они вообще на воле гуляют? И вообще удивляюсь нашей, понимаете, супер демократической, блин, стране. Потому что вот вы говорите, Наташа, у вас депутаты. Да если бы меня в депутаты? Они бы у меня сидели все. Все. Вся вот эта наволочь сидела бы, понимаете. И своими языками бы натирала вот там, блин, какие-то эти. Ну, что-нибудь бы натирала, в общем. Я очень категоричная и я строга. А все, что касается предательства, я вообще жесткая просто. Поэтому нельзя меня туда. Вы что? Украину сразу объявят страной недемократической. Поэтому, ну, не поддавайтесь на эти провокации, мои хорошие. Крепче ряды. Крепче ряды. Мы это все выстоим. Мы это все выстоим и преодолеем. Ирина Николаенко тут выписывает мне. Ирина, слушай, какая-то Ирина Николаенко пишет. Еще совести хватает. Пишет мне, а вы не манипулятор? Знаете, где? Там, где прогноз для Украины на сентябрь 2022 года. Там, где я говорила про манипуляции, да, как людей зомбируют, да, как пользуются практиками манипуляции. Вы посмотрите, умничает. Ирина Николаенко. Я не манипулятор. Нет. Манипулятор. Ой. Короче. У меня нет сегодня настроения ругаться. Я просто блокирую Ирину. Пусть идет нахер и все. Что это такое? Вы не манипулятор. Так, ребята, у меня просто сегодня нет никакого морального состояния не вести блиц, не отвечать на вопросы. Правда, что-то как-то не очень. Да и устала я. Просто хотела показаться, поблагодарить за подарки. Спасибо. Очень круто. Мне прямо настроение поднимает, правда. Еще раз сказать, что все будет хорошо, несмотря на все заявления, несмотря ни на наших предателей, несмотря ни на попытки, вот эти все, понимаете, бздануть в космос от России, от российского правительства. Но, несмотря на это все, Украина выстоит. Я вам обещаю. Абсолютно точно. Увидимся. Может быть, чуть попозже я сегодня еще смогу выйти, но у меня сейчас нет на это никаких сил. Выпью кофе, поработаю. Собаками нужно поработать, нужно чипировать малых. Есть, в общем, дела. Поработаю со щенками. Наберу сил моральных. И потом всякие Ирины и прочие, кто попадется мне под тяжелую руку, пусть пеняют на себя. Сегодня у меня нет никакого настроения хорошенько их отшлепать. Ну, нет. А спускать им просто так тоже неохота. Поэтому давайте Блиц проведем с вами в другой раз, когда я буду в более боевом настроении. Вот. Ну, выйти я сегодня должна была, потому что тут у вас совсем паника начнется. Все хорошо. Все хорошо. Увидимся. 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 Слава Украине.